Срок уплаты налогов физических лиц изменился. Теперь граждане обязаны заплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество с 2015 год, не позднее 1 декабря. Раньше крайний срок уплаты наступал 1 октября. Об этих и других изменениях в налоговом законодательстве рассказали сегодня журналистам на брифинге. Одно из существенных нововведений касается льгот пенсионерам. Введен новый механизм их применения. И налоги за 2015 год этой категории граждан начислены уже по другим правилам. Если раньше пенсионер полностью освобождался от имущественного налога, то сейчас введено ограничение. Льготник будет освобождаться только от одного объекта, одного вида. И все сооружения, здания, они не входят в перечень годируемых объектов. То есть даже если у пенсионера будет одно здание, допустим, на него записан один магазин, и он не является индивидуальным предпринимателем, применяющим специальные налоговые режимы, освобождения у данного пенсионера не будет. То есть он будет освобождаться только от одной квартиры, от одного жилого дома и от одного гаража. Поэтому категория лиц, которым в этом году мы начислили налоги за 2015 год и предъявили его к уплате, она выросла. Продолжение следует...